МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телестудия Крычаганак. С вами Лика Авдеева. Сегодня мы предлагаем итоговый выпуск новостей. Ежегодно профессиональный праздник врачей отмечается в 3-е воскресенье июня. В этом году он выпал на 21 июня. Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось в районном Доме культуры в минувшую пятницу. Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинских работников, состоялось в районном Доме культуры в минувшую пятницу. Поздравить медиков пришли представители районной администрации. Они отметили каждодневный труд и неоценимый вклад медицинского персонала в сохранении здоровья граждан нашего района. Уважаемые медицинские работники, от всей души поздравляю вас с знаменательным профессиональным праздником Днем Медицинского Работника. Благодарный труд медика во все времена ценился в обществе из-за понимания того, что служение людям, постоянная готовность прийти к ним на помощь требует огромных сил, энергии, знания и чуткости. Ежегодно профессиональный праздник врачей отмечается в 3 воскресенье июня. В этом году он выполн на 21 число. Выступая перед собравшимися, директор Бурлинской центральной районной больницы Максот Бочеркешев поздравил всех с профессиональным праздником. Надеюсь, что ваш многолетний опыт и неугасимый огонь искренне преданности своим делам послужит дальнейшим развитию и процветанию медицины района. На сегодня, вы все знаете, у нас предстоит капитальный ремонт стационара, и днем и ночью вы, благодаря вам, мы день и ночь не прекращали свою работу, и работал и операционный, и роддом. И тем не менее, мы все дружно переезжали в здание новой поликлиники. Огромное вам спасибо, что никто не оказался в стороне. Большое вам спасибо. Хотелось бы выразить благодарность нашим спортсменам, медикам-спортсменам, которым в этом году мы заняли первое место в областной спортсмене. Спасибо. 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 В торжественной обстановке лучшие работники медицины были отмечены грамотами и благодарственными письмами, а также им вручили денежные премии. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Лика Авдеева, Андрей Просферов, Нурглотка, НСБ, Телестудия, Карачикана. 74 года назад ранним утром фашистская Германия вторглась в Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и ночей и была одним из тяжелейших испытаний для огромной страны. В Оксае прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В День памяти и скорби давайте мы почтим и вспомним невернувшихся живыми из войны. Молчанием отдадим им свою память мы и честь. И благодарны будем за то, что у нас есть. Ежегодно 22 июня на привокзальной площади у памятника проводится митинг, посвященный Дню памяти и скорби. За годы войны на полях сражений погибло 27 миллионов людей. В этот день их вспоминали по всей стране. Митинг проводят районы и городской советы ветеранов. Это мероприятие мы проводим как День памяти тех, которые погибли в 41-м году и последующие годы. Это стало нашей традицией. Война была очень тяжелой. Это самая тяжелая война 20 века. Например, я войну знаю не по книгам, не по кино. Я остался на оккупированной территории. Мне было 4 года, но я войну помню. Детская память, видимо, очень цепкая. То, что они нам говорили, это мне в памяти осталось. Сценарий траурного митинга на площади не меняется с 2011 года. Только ветеранов, пришедших почтить память своих товарищей, становится все меньше. А пришли они задолго до начала митинга, несмотря на жаркую погоду. Кроме ветеранов на митинг были приглашены руководство района, пенсионеры и, конечно, молодежь и дети, которые должны знать, кому они обязаны свободной жизнью и мирным небом над головой, чтобы о ней помнили. Сегодня здесь присутствуют представители молодежных организаций, которые пришли отдать дань уважения всем погибшим защитникам Рондиды и ныне живущим. Всему человечеству необходимо помнить суровые уроки прошлого и прилагать все усилия, чтобы подобных войн и конфликтов больше никогда не было. Мы помним и чтим память погибших воинов, благодаря которым мы сейчас живем в свободной стране, и все у нас хорошо. По традиции присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания и возложением цветов к подножию памятника погибшим воинам. После выступили председатель районного совета ветеранов Садык Мурзгалиев, заместитель Акима Бурлинского района Жанабая Каналин, который потом вручил председателям районного и городского совета ветеранов благодарственные письма от имени Акима Бурлинского района. Еле сдерживая слезы, к присутствующим обратился ветеран Великой Отечественной войны Иван Коновалов. День скорби, день памяти. На всю жизнь он запомнит этот день всем, кто участвовал, кто не участвовал в этой страшной, страшной войне. Мне никогда не забудется до конца жизни. Вот сегодня у нас очень-очень многолюдно. Люди понимают, что этот день надо отметить со всей скорбью, со слезами даже на глазах. Я благодарен вам, что вы все пришли сюда, помянули тех, кого с нами уже давно-давно нет. Здесь вот рядом со мной, здесь мой братишка тоже числится, Гриша, ему было всего 19 лет, и вот теперь его нет. Как не скорбить по такому случаю? Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что в будущем году, если доживем, хочется дожить, чтобы нас было как можно больше, больше скорбящих людей, а тех, кого с нами уже нет. Далее со словами благодарности выступил секретарь районного масляхата Адлихан Куликешев. В то время, не раздумывая, наши отцы, деды, братья, у кого позволял возраст воевать, все они пошли на фронт защитить наше счастливое будущее. Эту историю никогда нельзя забыть. Тех героев, тех, которые нам дали счастливое будущее, свободу, я думаю, это останется у нас в памяти, как героизм нашего народа. После официальной церемонии гостям были представлены музыкальные номера, исполненные хором ветеранов Великой Отечественной войны. Майя Амирова, Тимур Толеббергенов, Нурбулат Кунызбаев, телестудия «Карачаганак». Не кажется порою, что солдаты, Слава, Тимур Толеббергенов, телестудия «Карачаганак» Слава, Тимур Толеббергенов, телестудия «Карачаганак» Летят и подою нам голоса. Невода мой, так часто печально, Мы замолкаем, глядя и встал. Не остались в стороне от исторического события представители молодежных и общественных объединений района. Так, 22 июня молодежь почтила память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, акции «Свеча памяти». Подробности в сюжете. В канун 74-й годовщины начала Великой Отечественной войны активисты молодежных и общественных объединений провели акцию «Вышли на привокзальную площадь», чтобы зажечь свечу памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В день памяти и скорби организаторы акции активисты почтили память миллионов солдат, павших за родину минутой молчания, и возложили цветы к мемориалу. Все мы помним слова из песни. 22 июня ровно в 4 часа ночью бомбили, днем объявили, что началась война. И плечом к плечу наши отцы и деды, братья и сестры встали для того, чтобы защитить нашу землю, нашу родину, нашу отчизну. Прошло 74 года. И благодаря этой победе мы с вами живем сейчас в таком замечательном мире. У нас с вами наше государство независимое. Сейчас вы видели плакат, на котором написано «Помнить значит делать». Помнить – это значит передавать из поколения в поколение то, что для нас сделали наши деды. Делать – это значит помогать тем людям, которые пока еще вместе с нами, но они уже в таком преклонном возрасте, что требуется наша с вами помощь. Подобная акция изначально проводилась только в России. Позже эту идею поддержали и в нашей стране. По словам председателя молодежного объединения Тарлан, теперь акция «Свеча памяти» проходит здесь ежегодно. Эта акция проходит у нас в этом году в пятый раз. Эта акция впервые появилась в России и получила международное распространение. Сейчас уже многие страны мира проводят эту акцию. Одними из первых в Казахстане эту акцию начали проводить мы в Аксае в 2011 году. И эту акцию мы проводим ежегодно с целью отдания и дани памяти погибшим защитникам Родины, чтобы почтить память ветеранов и долг ныне живущих всех, особенно молодежи, помнить о том, какой ценой досталась нам победа и какую цену мы отдали за то, чтобы жить свободно и в мирной стране. Молодежь чтит и помнит тот день и благодарит всех ветеранов Великой Отечественной войны. Мы от лица молодого поколения нашего города Аксае хотим сказать, что мы помним и чтим память наших дедов и предков. И сегодня мы пришли сюда, чтобы показать пример нашей молодежи, что никто не забыто и ничто не забыто. И вечная память нашим ветеранам, которые у нас осталось уже считанное количество, буквально 11 человек. Поэтому здоровья самое главное им и всего хорошего. По замыслу организаторов молодежь не должна забывать тех, кто отдал свои жизни в страшной войне. За наше светлое будущее. И мы надеемся, что это благое дело не останется просто замыслом. Нургультовышева, Тимур Толипергенов, Нурбалатку Нызбаев, телестудия Корочаганак. 23 июня полицейские Бурлинского района отметили свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие, посвященное 23 годовщине со дня образования казахстанской полиции, состоялось в районном Доме культуры. Свой профессиональный праздник отметили полицейские Бурлинского района. Торжественное мероприятие, посвященное 23 годовщине со дня казахстанской полиции, состоялось в районном Доме культуры. Я поздравляю всех присутствующих с профессиональным праздником. Сегодня внутренне делом совместно с другими правильными структурами ошуняются меры по продвижению организованной преступности, выявлению профилактики преступлений. Большая работа проведена по необщественному порядку, профилактику транспортного происшествия. Конечно, многое еще предстоит сделать. В ответ на общественное ожидание нормальной, стабильной жизни государства каждого человека, орган внутренних дел предлагают все усилия для укрепления доверия со стороны граждан. Несомненно, позитивное общественное мнение о деятельности полиции, подъема авторитета полиции, существенно влияет на результаты определенности служебной деятельности, так как помогает наладить на южно-обравную связь, одинаковую, нужную и важную, как для полиции, так и для всех, кого она признана защищать. В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял закон об органах внутренних дел Республики Казахстан. Это был первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. А в 2007 году указом главы государства день 23 июня был официально утвержден Днем полиции. С профессиональным праздником полицейских поздравил заместитель Акима Бурлинского района Кайра Тутигенов и секретарь района Маслихата Адлехан Клюкешев. Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел, от всей души поздравляю вас всех с профессиональным праздником, Днем полиции Казахстана. Сегодня казахстанская полиция является мощной государственной системой, способной поставить жесткий заслон преступности, защищать конституционные права и свободы граждан, поддерживать и обеспечивать должностный правопорядок и общественную безопасность. Сотрудники полиции верны присяге, достойно несут свою нелегкую службу и готовы в любую минуту, не уничтожя в своей жизни, стать на защиту граждан и общества от преступных посягательств. Уважаемые сотрудники полиции, от имени депутатов и аппарата района Маслихата, от всей души поздравляем всех сотрудников полиции, ветеранов службы с профессиональным праздником, Днем полиции. Во все времена органы внутренних дел являлись важнейшим институтом, обеспечивающим правопорядок, безопасность личности и общества. И сегодня от вашей работы многое зависит в жизни страны. Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего района, здоровья и покоя жителей. В ходе торжественного мероприятия благодарственными письмами были награждены ветераны, лучшие работники органов внутренних дел и молодые специалисты. Кроме того, звание лейтенант полиции получил моралбек. День Казахстанской полиции – это знак благодарности всем тем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию, трудится в ее рядах. Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение народа. Это дань памяти тем, кто в мирное время отдал свои жизни ради спокойствия и безопасности казахстанцев. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Лика Авдеева, Андрей Просферов, Нурбулат Кузбаев, телестудия «Крычаганак». 20 декабря 2002 года 57-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняла резолюция про возглашение 23 июня днем Государственной службы ООН. И призвала государство, члены ООН, определить этот день в каждой стране. Согласно указу президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, от 20 декабря 2013 года 23 июня определено днем Государственного служащего. Торжественное мероприятие по случаю празднования этой даты состоялось в Большом зале Акимата. Подробности смотрите далее. 23 июня свой профессиональный праздник отметили государственные служащие Казахстана. В Бурлинском районе в Большом зале Акимата состоялось торжественное мероприятие. От лица Акима Бурлинского района Марата Тасупкалиева присутствующих поздравил руководитель аппарата Акима Мухтар Давлиджанов. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения за вклад, несенный в профессионализацию государственной службы. Акима Мухтар Давлиджанов Празднование Дня Государственного служащего в Казахстане способствует укреплению авторитета государственной службы, популяризации провозглашенного президентом страны основного принципа работы профессионального государственного аппарата служения народу и государству превыше всего. А главный принцип работы современного государственного служащего самоотверженно и с особой ответственностью относиться к своим обязанностям работать на благо граждан страны. В селе Березовка прошел сход, на котором жителям было предложено переселение в город Окса и в селы Оралтал и Бурлин. Мнения жителей разделились. Кто-то желал переехать в областной центр город Уральск, кому-то было важнее получить денежную компенсацию. Также в ходе встречи обсудили последствия массового обморока жителей села Березовка. В селе Березовка по официальным данным числится 421 дом, в котором проживают 1673 человека. Сход состоялся в здании Дома культуры села Березовка. Сельчане были обеспокоены как за свою судьбу, так и за судьбу своих детей. Аким Бурлинского района Марат Усубкалиев осведомил жителей о том, что с 1 января 2018 года в село Березовка будет считаться санитарно-защитной зоной, на границе которой будет запрещено строительство домов и прочих объектов. До этого времени все жители села, чьи жилые объекты расположены в этой зоне, должны быть переселены. Как отметил заместитель Акима Бурлинского района Кайрат Утигенов, первый этап переселения начнется в четвертом квартале этого года. Березовцев переселят в город Аксай. Второй этап переселения пройдет до конца 2016 года. Жители Березовки будут принимать в селах Оралтала и Бурлин. Переселением займется международная консалтинговая компания ИРМ, которая уже занималась подобными вопросами. Первым этапом будет реализовываться переезд в имеющиеся квартиры. В случае, если желающих оказывается намного больше, чем мы можем предоставить квартиры, которые имеются, у нас на сегодняшний день имеется разработанная проектно-сметная документация на строительство 75-квартирного жилого дома с сроком 8 месяцев. И если мы испытаем этот дефицит, то готовы в этом году приступить к его строительству. И уже на следующий год, значит, май-июнь, желающие переехать именно в квартире будут иметь такую возможность. Компанией КПО привлечен международной консалтинговой компанией ИРМ для разработки плана действий по переселению в соответствии с международными стандартами. ИРМ будут проведены социально-экономические исследования всех домохозяйств. Консалтинговая компания ИРМ имеет большой опыт переселения жителей санитарно-защитных зон. Например, она принимала участие в переселении жителей села Тонгуш, Сары Камыс. Компания, как я сказал уже, САНЖ, это компания базируется в Астане, будут посещать и беседовать с каждым домохозяйством. Есть стандартный вопросник, который был подготовлен специально на базе международных требований. Этот вопросник был подготовлен специально для случаев и с учетом специфики казахского законодательства, местных традиций и уклада жизни. И вы должны будете дать наиболее развернутые и желательно правдивые ответы на все эти вопросы. Кроме того, в рамках вот этого сервея будут проводиться так называемые интервью с группами, фокусными группами. Это в первую очередь представители выборка из женского населения, мужского населения, молодежь, старики, пенсионеры, фермеры, владельцы мелкого бизнеса, чтобы уже путем более такого детального интервью с группой, представляющей вот этот социальный срез, выработать тоже, получить информацию для того, чтобы дальше ее включить вот в этот отчет и на основе этого проводить соответствующие предложения и работать с индивидуальными семьями по переезду. Жители села Березовка, услышав о предстоящих изменениях, пришли к разным выводам. Мы прошли все обследование, все прошли обследование. И что нам показало обследование? Нам сказали, вот вам на ЭГ видеомониторинг. При продолжении видео ЭКГ-мониторинга выявлены умеренные изменения ЭГ. Это такое обследование головного мозга со всеми его сосудами и, как говорится, клетками. Признаки дисфункции, диэнцефально-стволых структур мозга, токсическая энцефалопатия. Вот что наших детей, как наши детки пострадали. От чего? От чистой экологии пострадали. Нам сказали, срочно вывозить этих детей с этой экологии в чистую экологическую зону и пролечить нормально. И всем нужно сделать переливание крови, иначе эти явления останутся необратимыми. Сейчас только что сказали, дети останутся инвалидными. Поэтому мы просим выделить денежные средства на лечение детей, на переливание крови. В чем наши детки виноваты? Некоторые березовчане были обеспокоены совершенно другим вопросом. По их словам, места для их переселения не отличаются чистотой экологии. Прошли, опросили, анкету принесли, распечатали. Вот вам Аксай, вот вам Бурлин, вот вам Аралтал. Я говорю, а почему такие зоны нездоровые экологически? Ладно, кроме Бурлина, тот же Аралтал, Солонец, вода весной. Пол стенки съест соль, это точно. Солонцы там и будете завозить землю. Эта земля, как говорится, припарка. Посади дерево, оно пошло и засохло. Так же все. Там не будет ничего расти. Погреб мне надо вырыть погреб. Это надо бетонировать его весь, все, целиком полностью. Как оно строится? Неужели у нас в Казахстане земли нет хорошей? Другой житель села предложил переселить Березовку целиком в одно село, потому что они привыкли жить вместе. Вот я смотрел на ваши стенды, понимаете, там написано переселение. Вы скажите, пожалуйста, переселение или выселение? Если переселение, значит компактно. Построится село добротное, со своей социальной сферой, понимаешь, мировой, понимаешь, больница, понимаешь, что была современная, клубы и так далее. И село добротное, чтобы не только, допустим, в Казахстане, в Европе позавидовало, что вы понимаете, так? Мы привыкли вместе жить. По словам Акима Бурлинского района, все эти вопросы будут рассматриваться. Так же, когда начнется подворовой обход, жители смогут лично обсудить каждый вопрос с рабочей группой. И этот сход не последний в этом году. Не так давно в селе Бумаколь начали проводить техническую воду. Но проводимые работы, по словам жителей, села доставляет им неудобства. На месте побывала наша съемочная группа. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Не так давно в селе Бумаколь начали проводить техническую воду. К нам в редакцию обратился один из жителей села, пожаловавшись на то, что с началом работ все разрыто, перекопано, со двора и заброшенных труб выехать нельзя. Звонящего прошел, кто занимается водопроводом, когда планируется его сдать. Вооружившись камерой, мы отправились в село Бумаколь. Как и рассказали представители компании, которая занимается строительством технического водопровода, работы в селе начались с июня. Сейчас у нас этот заготовок идет. Большие у нас трубы, идет 219 и 150, самые большие трубы у нас. Это мы посадим по улицам еще, закопаем в некоторых местах. К каждому дому будем этот сосок сделать на 25-й кран, например. И сливной будет у нас в некоторых местах. У нас задвижки, есть трайниками. Мы как положить все поставим. Мнения жителей села относительно технического водопровода разделились. То, что он необходим, с этим никто не спорит. Поскольку, несмотря на напряженку с поливом, люди стараются по привычке посадить хоть пару грядок лука или огурцов. Ну, мне кажется, немножко неправильно, что они вот так покидали, покидали, сварили. А завтра, не знаю, где вот сварочную работу проводили, отсоединили, мне кажется, она отсоединится потом. Не знаю, мне надо было, кажется, немножко сантиметров на 20 прикопать. А то все на виду, въезжать тоже транспорту неудобно. И не во всех улицах одинаковый, например, диаметр трубы. Где вот широкие, такие толстые, а где вот такие средние, как у нас здесь, на этой стороне, видите, они здесь поуже, потоньше. Уральская компания ЖИНБАЙ, по словам ее представителей, тендер на проведение технического водопровода в селе Бумаколь выиграла в мае этого года. Стоимость проекта 36 миллионов тенге. Материал уже на объекте. Согласно проекту, будут использоваться трубы диаметром от 57 миллиметров до 273 миллиметров в зависимости от давления. Также они будут покрыты антикоррозийным покрытием. Что же касается самой подачи воды, то с помощью насоса она будет подаваться из ближайшего озера. Строг сдачевой эксплуатации водопровода официально, по документам, через 150 дней. Но уже к концу следующего месяца его планируют запустить, поскольку людям нужно поливать огород. Кстати, о поливе вода будет подаваться утром и вечером, а с наступлением холодов будет отключена. Представители компании рассказали, что все неудобства, на которые жалуются сельчане, будут устранены, а трубы закопаны или же присыпаны землей. Лика Адеева, Александр Овчинников, Нурбалат Кунызбаев, телестудия «Карычагана». В рамках празднования Дня казахстанской полиции мы примерили на себя роль полицейского. Справились ли мы с поставленной задачей, вы узнаете из нашей специальной рубрики «Если бы я был». Выбор будущей профессии – задача не из простых. Как не ошибиться, об этом думают все. Но какой мальчишка не мечтает стать защитником, стоять на страже безопасности целого города – задача, посильная только настоящим смельчакам. В преддверии Дня казахстанской полиции мы попробовали себя в качестве полицейского. Ну вот и перевоплотились мы в образ полицейского. Пока не знаю, что из этого получится. Покажет время и наша передача. Но пока нужно, наверное, решить, что же делают полицейские в свой обычный рабочий день. Для этого я сейчас зайду в этот кабинет замначальника полиции и узнаю. Здравствуйте. Я хочу попробовать себя в роли сотрудника полиции. Это неправильно. Делается вот так. У нас военная организация, поэтому спрашивайте разрешение. Разрешите. После получения разрешения строевым шагом. Поворачивайте направо и докладывайте. Господин подполковник, капитан полиции. Ваши фамилии и докладывайте. По вашему приказу приема. Давайте попробуем. Разрешите? Да, докладывайте. Господин подполковник, капитан полиции, Абдеева, по вашему приказу прибыла. Скажу вам честно, было страшно. Но зато я научилась, как нужно правильно заходить в кабинет. Теперь моя задача пойти на собрание. Здесь это называется развод. Узнать распорядок дня, чем мне предстоит заниматься. Ну, я пошла. Отправившись на развод, мы попали в актовый зал, где сотрудники полиции обсуждали план работы. После мы прошли по отделам, где познакомились не только с работой, но и с людьми, а также поинтересовались, кто и как пришел в полицию. Я служил в Российской Федерации, в городе Санкт-Петербург, два года, внутренние войска. И там мне командиры посоветовали, чтобы работать в орган внутреннего дела. Потому что было хазатайство, характеристика положительная после армии. Осенью сразу сам решил, сдал документы, в орган внутреннего дела. И с 93-го года, в сентябре месяце, вступила работа, вообще дорожная полиция. Работал в дорожной полиции. После Айбек Мендешевич перевелся в патрульно-постовую службу командиром отделения в городе Уральска. Дальше был помощником участкового инспектора. По роду своей деятельности приходилось отрабатывать различные обращения. Приходилось рисковать. У меня случай был в 2001-2002 году. Я старший мужского инспектора, жил в сельском округе, в городе Уральска. Один. В то время не было машин, ничего не было. Я сам работал. И случай был в марте месяце. Я патрулирую и смотрю, молодые люди стоят. И взрослый один стоит, руками машет вниз, руками машет, помогает. Я так понял, что с дефект работы уже, понимаешь, глаз, это определяешь. Я к ним подошел, оказывается, они угрожают потерпевшим с ножом. Ножом угрожает угон. Хотели угон совершить, а потерпевшим ножом угрожает. Я там и задерживаю, с ними я боролся, наверное, в течение часа. Каждый сотрудник пришел сюда не случайно. Есть и новички, и те, кто проработал более 10 лет. Для помощника участкового Самата Сугурбаева приход в ряды правоохранительных органов случайным не был. Ну, это моя целью было, это уже с детства давно шло. Все это мне родители говорили, что надо выбирать юридическую профессию. Не говорили, чтобы я могу в это поступать. Мой личный выбор был, мне никто не потапливал. Никто из друзей, из родителей, из близких. Это лично мой единственный выбор был. Хотел добиться чего-то сам. Побывали мы и в отделе криминальной полиции, а также познакомились с его работой, о которой рассказал оперуполномоченное отделение. Задачами отделения криминальной полиции – это раскрытие преступлений, выявление преступлений, совершаемых на территории, на нашем обслуживаемом территории, в городе Окса и в Урлиске в районе в целом. Интересуемся у собеседника, как он пришел в полицию. Ну, решил пойти в органы. Это не династия. Я первый, кто пошел в органы внутренних дел. Пожалели хоть раз? Нет. Желающих работать в органах внутренних дел с каждым годом меньше не становится. Интерес к профессии есть всегда. Среди новичков отдела – медицей и садов. Работает в правоохранительных органах он только год. Но свою работу считают очень интересной. Посетили мы и кабинет, где работает экспертно-криминалистическая группа. Встретила нас старший криминалист Ирина Андреева. В ходе беседы нам рассказали о том, как ведет свою работу экспертно-криминалистическая группа. Показали оборудование и даже разрешили примерить бронежилет. В отделе миграционной полиции мы познакомились с представителем целой семейной династии, работающих в правоохранительных органах. У меня отец работал в органах внутренних дел. 27 лет, родной брат, работал 10 лет. Сестра у меня работает в Чингерлавовском РОВД. То есть это у вас уже семейная династия, да. Вот из-за этого я пошла в школу милиции, поступила в 2004 году. Окончила на отлично, получила красный диплом. И работала в Чингерлавовском РОВД, начинала. Инспектор миграционной полиции. Потом в 2009 году сюда перевелась следователем. Следователем поработала. Через год я перевелась обратно в миграционную полицию в Бурлининском РОВД. Далее отправляемся в следственный отдел, где нас сразу же ознакомили с тем, как работает этот отдел. Я работаю в следственном отделе Бурлининского РОВД Западно-Казахстанской области. Уже стажа работы у меня 13 лет. Так, рабочий день следственного отдела. Начинается с общего построения сотрудников. Это у нас 8.30, все полностью собирает начальник. И каждый день у нас с утра множество вопросов, которые связаны с нашим отделом, следственным отделом. То есть в течение дня должны мы решить все вопросы, связанные с расследованием уголовного дела. Рассказали нам о работе следователя, который по своему роду деятельность является руководителем оперативно-следственной группы. В ходе беседы интересуемся у следователя, как он пришел в органы внутренних дел. У меня мечта была здесь работать в органах внутренних дел. Именно следователем. Я после окончания университета и служения в армии, я написал рапорт ДВД, тогдашнего УВД Западно-Казахстанской области. И я по всем стандартам соответствовал. И медкомиссию прошли, и все образования, все тестируемые прошли и взяли меня на работу в течение трех месяцев. Вот с этого времени я уже в течение тринадцати лет работаю именно следователем. С 2013 года в следственном отделе работает и Арман Иманбаев. Причем работать в правоохранительных органах молодой человек хотел с детства. И в своем выборе сегодня не сомневается ни минута. 23 июня в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают люди, которые защищают права и безопасность граждан страны. И зимой, и летом, и днем, и ночью несут свою службу эти горячие сердцем ради жизни других готовы отдать свою, не считающиеся собственными интересами, настоящие герои. Каждая из них, независимо от того, в каком отделе работает и какую должность занимает, достойно уважения и может по праву называться героем с большой буквы. Ну вот и попробовали мы себя в роли полицейского. Как это получилось, судить, конечно же, не нам, а вам, дорогие наши телезрители. Но помните, прежде чем говорить хорошо или плохо о той или иной профессии, просто попробуйте поставить себя на их место. Лика Авдеева, Андрей Просфиров, Нурблотки Назбаев, телестудия «Кричаганак». Лика Авдеева, Андрей Просфиров, Нурблотки Назбаев, телестудия «Кричаганак». Уважаемые телезрители, это были все самые запоминающиеся события недели. Завершая эфир, хотелось бы поздравить всех работников средств массовой информации с их профессиональным праздником – Днем связи и информации. Пожелать неиссякаемого здоровья, новых идей и творческого энтузиазма. Ну на этом я с вами прощаюсь и желаю вам приятных выходных.